и, как и вся индустрия, предлагает нам сделать красиво. У нас в студии Ольга Кравашкина, которая тоже пережила свою личную трагедию. Расскажите, что у вас, что с вами случилось? Я вообще пришла на приём к онкологу, к своему участковому в поликлинике. И что он вам предложил? И она мне вот сказала, что, ну, ты полная, нужно похудеть, я тебе это сделаю, будет у тебя там 46 размер. Сделала она мне лимосакцию, откачала 10 литров жира, и всё это повисло. И блефаропластику, которая, вот я говорю, у меня глаз один слепнет, а второй без ресниц. Зачем же вы к районному онкологу-то ходили? Ну вот, понимаете, нет, она сказала, что она параллельно пластический хирург. Она меня увезла в Мидовскую больницу в Московской области. И, значит, там, ну это я сейчас тоже, как вот муж вот этой вот дамы, да, я выяснила, что ни у неё вообще нет образования, нет ни лицензии. Даже у Мидовской больницы нет лицензии. А она режет до сих пор кого-то? Да, и она в инфоборции... И до сих пор работает этот врач? И до сих пор, мало ли, она в двух местах работает. Это Григорьева Ольга Васильевна. Подождите секундочку, у нас сегодня в студии представитель ассоциации косметологов. Сергей Миссурович. Значит, уважаемые дамы и господа, первым делом я хочу обратить внимание на абсолютные вещи, которые должны быть понятны каждому. Что сегодня одни и другие могут использовать медицинские методы, только у одних есть законная медицинская лицензия, а у других это работает, так сказать, на основаниях незаконного плана. А вывеска и там, и там салон красоты. Да, может быть, вывеска и такая, и любая. А вот у меня вопрос к депутатам. Скажите, пожалуйста, вот если я захочу открыть косметологический салон, допустим, где-то у себя, мне продадут вот средства аппаратной косметологии, все эти шприцы для мезотерапии, Дарсонвали, все, что может нанести ущерб. К сожалению, да. А можно сделать так, чтобы приравнять это к хирургическому оборудованию? Вообще, чтобы это не уходить, просто этот рынок жестко зарегулировать. Не такой он большой, чтобы абы кто, вот, чтобы всякие ветеринары просто не имели доступа к хирургическому оборудованию. Итак, вопрос законодательства, мы уже немножко разобрались. Анна, расскажите про свою историю. Ну, тоже, я жертва рекламы, что можно делать какие-то инъекции. На какую процедуру вы пошли? Не думая об этом, не прочитав ни слова об этом, пошла, и мне сделали инъекции, могу сказать, чем липостабилом. После этого, мое прекрасное лицо опухло так, что я себя в зеркале не узнавала. Четыре месяца во время проекта меня мазали слева-справа. Парик все больше стало, чтобы лицо как-то меньше при этом оказалось. Поэтому, дорогие женщины, думайте три раза. Делайте разведку, спросите у подруг. И тем более, что не каждому человеку все эти инъекции подойдут. И все, что вам колет женщина, я по пути, вам никто это не скажет, берите флакончики с собой, не оставляйте там. Это хотя бы какая-то гарантия качества, что, в смысле, сохраненности себя самой, что вдруг, если у вас что, вы пойдете и дойдете до истины, хоть до какой-то. Я просто, мы все жертва рекламы, и, по-моему, слишком много рекламируют, что это как будто просто. Делали маленькую операцию, ты лучше будешь жить, и все будут тебя любить. Если ты сам себя не любишь, никто тебя не полюбит. Скажите, а скорее нас обманывают, или вы сами рады обманываться? Ну, мы рады обманываться, мы хотим легким путем что-то получать. На самом деле, действительно, здоровый образ жизни, и это самый хороший косметолог для тебя. Конечно, вы можете вовсе перестать красить губы, а голову мыть только желтком, но от индустрии с ее опасной отравой все равно не уйти. Сейчас я прошу надеть маски всем, кто сидит в студии. Сам тоже надену. Мы вам продемонстрируем, как действует одно из средств для чистки труб. Грязь действительно исчезает только вместе с трубой. Так кто назвал эту химию бытовой? Для кого-то порошки увлечение, для него работа. 20 лет доктор Качур выводил формулу идеального порошка. Но сегодня, рассыпая порошки на дорожке, он объясняет, как опасен классический рецепт. Тот, который мы, конечно, не знаем, но которым каждый день пользуемся, стирая белье. Первое. Фосфаты, которые наиболее опасны, которые занимают наибольший удельный вес. 35% фосфатов, 20 перборатов, 10 карбонатов. Сначала мы попросили называть компоненты, а потом сами поняли, что ничего не поняли. Впрочем, обывателю знать эти вещи не нужно. Важно понять, где в этом списке отрава. Фосфаты полностью опасны. А неонные павы особо опасны. Неогенные павы очень опасны химические элементы. Стабилизатор пены, но многократно опаснее. Итого было 15 компонентов. Из них 7 особо опасны, 4 просто опасны и только остальные 4 нейтральные. Что же выходит, нам годами рекламируют продукт, сплошь небезопасный. Вот так я замачиваю, застирываю, отбеливаю, вывожу пятна и кипячу. Но Александр Качур достает главный аргумент. Это честная, откровенная книга об той опасности, которую представляют фосфатные стиральные порошки. ДИЕ на применение синтетических моющих средств. Справочник 67-го года – результат многолетних исследований советских ученых. Самое популярное моющее средство в Союзе – хозяйственное мыло. Им моют руки, им шестирают, но для шерсти используют горчицу, для отбеливания пурген, чтобы вещи меньше впитывали грязь, крахмал. Впрочем, в продаже лежат порошки. И уже тогда, 35 лет назад, ученые предупреждают об опасности. Но книга выходит ограниченным тиражом, всего 1700 экземпляров, и информации о скрытой угрозе порошков до людей не доходит. А неонные павы оказывают воздействие на семиородные эпители белых крыс. Такой биологический эффект действия подобен влиянию ионизирующих излучений, что выражается в подавлении сперматогенеза. Выходит, действия некоторых компонентов нашего порошка сродни радиации? В этой книге 200 страниц обвинения, которые официальная индустрия до сих пор не слышит. Более того, рекомендуют покупать и покупать. Москва. Научно-исследовательский центр бытовой химии. Это здесь тарелки моют на время. Четыре раза по часовой стрелке, четыре против. С внешней стороны и с внутренней. Белье стирают по ГОСТу. Пять грамм надо взвесить. То есть бытовую химию проверяют на эффективность. Сегодня на проверку в Ницбытхим мы несём четыре порошка. Фирма-производитель одна, разная цена. 45, 36, 20 и 17 рублей за пачку. Кроме этого, в конкурсе будет принимать участие кусок мыла за 10 рублей. Задача понять, что лучше отстирывает. Значит, вот мы взяли стандартно загрязнённую ткань. Вот теперь мы её опустим в стакан. Эти квадратики внутри и есть объект стирки. Ткань загрязнена в соответствии с ГОСТом. Здесь и жир, и пот, сажа с маслом, кровь с молоком, чай с кофе. Всю эту научно выверенную грязь мы погружаем в лабораторную стиральную машину. На выходе разница видна и на глаз, но положено проверять на приборе. Итак, результат. Самое лучшее средство отстирало на 105%. Самое худшее средство, я правильно всё сказал, на 90% отстирало. Мыло, когда мы сравнивали с ним, то оно отстирало на 120%. Дешёвое мыло эффективнее самого дорогого порошка. Впрочем, это только в вопросе чистоты белья. По запаху мыло явно проигрывает. В остальном, лабораторная стирка дала предсказуемый результат. Чем дороже средство, тем получилось оно эффективнее, удаляет загрязнение. Конечно, вода в наших кранах не дистиллированная, а обычная. Да и грязь самая, что ни на есть настоящая. Если чай, то чай. Если жир, то это и пот, и масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно, земля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы повторяем лабораторный эксперимент на обычной кухне. На старте всё те же четыре порошка. Да? Свои. Екатерина. Теперь мы идём к вам. Опять стирать. На финише оценивать белизу будет Екатерина Плеханова, мать героини рекламного ролика. Чем стираете? Чем? Тогда в рекламе Екатерина почувствовала разницу. Кофт абсолютно белый. С 40 градусов всего. Посмотрим, что чувствует она сейчас, когда ни марка, ни цена порошка ей неизвестны. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, какой вывод? Есть разница между дорогим и дешёвым порошком? Разница...